Я эту картину не нарисовал. Есть желающие нарисовать правильное распределение по массиву 6, по RAID 6? Данная контрольная сумма. RAID 6, не 5. RAID 6, не 5. Ну, например, я смотрю, все правильно, только они не обязательно должны идти скорая. Они там рассыпают. Я просто согласен. Правильно. Ребята, вот так оно и должно. Если что, контрольная сумма не по парню стоять, как здесь сделано. Скажем, вот так. Или вот так. Никто не запрещает быть рассыпанным. Более того, такое рассыпание реально применяется. Чем равномернее распределены у нас данные контрольные, тем равномернее распределяется нагрузка в случае выхода из строя. Второй кто? Второй кто? Диск? Да. Так. Почему? Берем A и любую из этих контрольных сумм. Х40, предположим. Контрольный. Пошел. Тоже равно, да. Больше того, мы можем пробовать еще один диск. То есть равно, мы вытащим его любую информацию. В этом, собственно, его и преместь. На самом деле, падение второго диска происходит чаще всего при восстановлении массива пятругого уровня. А если два диска... У меня что, у нас два диска вылетело? Это уже караул. Что касается массива, еще интереснее. Называется уровень гнотронорика. Вы будете смеяться? Три контрольные суммы? Нет. Это уже перебор, это уже процессор начнет длиниться. Так, что три процессора для каждой контрольной суммы? Ну, какие трех процессоров мы еще вернемся. Опять? Пять. 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 Пусть шесть. Нужная шесть. А вот это еще и зеркало между ними. Понятно. Такой же уровень гнотронора. Это рейд пятьдесят получается, да? Ну, пятьдесят один. Пятьдесят у нас увеличит быстродействие. Правильно? Угу. А пятьдесят один, ну, в природе я про него один раз читал. Реально таких людей не бывает. Данные кредитных карт и прочие шаги? Ну, там используется система иерархического хранения, по крайней мере. От козоустойчивых массивов, это уже параномия. Ага. Вот для ускорения можно, скажем, сделать этого рейд ноль, потому что рейд пять достаточно многое кратство, и года выгода лишен. Он медленнее, чем обычное, скажем, зеркало. Сделать толь можно. Будет быстрее работать. Примерно в двое. Но надежность у него равна надежности одиночного пятого. Ну, когда-то мы рисовали идею сделать рейд пять из рейд пятых, но… Рейд пятых из рейд пятых из рейд пятых. Что такое внешняя серия лота или внешняя высота? Все представляют себя? Внутренняя серия лота все знают. У всех компьютеров, да? Проводок. Вот есть такой же, который может торчить на уху. И не только серия лота, но и на звание сказе контроля. Более поднимутый. Есть вот такой вариант. В природе бывает, заметьте. Рейд контроллер достаточно мощный, со своим выделенным процессором, памятью и контролемым интерфейсом. Но он у него провода этот не внутрь, в корзине, а наружу. А снаружи мы можем присоединить. Как? Отделенный диск. Собрать внешний массив. Во внешней корзине. А можем присоединить вот этих вот штучек. Рейд поставить. Такие же платы. Ну, формально, да. Такие же платы, почти такие же. В чем правило? В отдельных корпусах. Ну, там другая корпусировка, другой тип монтажа. И похожие, короче. Ну, да. Технически они похожие. И собрать массив из массивов. То есть здесь мы собираем. А это насколько можно быть оправданным? Если вам нужна очень высокая производительность и очень высокая надежность. Ну, примерно. Примерно. И здесь каждый из них образует Рейд 5. А если каждый из них еще подключить? Технически можно. Практически возникает очень интересная проблема. Данные у нас определяются не только скоростью доступа к ней. Линейной скоростью. Но и латынтовостью, задержкой доступа. Через какое время программа, запросившая данные, получит от них ответ. Одно дело, мы вносим задержку здесь на расчет, мы вносим задержку здесь на расчет, мы вносим задержку здесь, здесь и так далее. Да, бедные данные не получим. Пока запрос прогуляется туда и вернется обратно, то есть у нас могучий, мощный процессор сервер будет стоять и ждать, пока база данных сейсбольт откликнулась с диска. Поэтому больше внутренних не бывает. Я такую только отдал журнальную публикацию. Файбер-Черман вот здесь не организуют. Здесь обычный контроллер. С буферизацией. А разбегается уже по стойкам, в которых организованы массивы. Массив из массивов не делают. Вот здесь, что за устойчивость, как правило. Смысл? То есть вот это вот уже только для особых любителей.